Перед тем, как начнется ролик, хочу сделать небольшую заметку, это очень важно. Если какие-то из продуктов покажутся вам слишком дорогими, в тот же самый момент отмотайте в начало этого видео и сравните среднюю заработную плату там и здесь. Это свежие данные, как вы видите. Зарплата среднего корейца слегка не дотягивает до среднего канадца, но уже выше, чем у среднего француза и составляет в рублях 136 тысяч. В то время, как средний россиянин получает 33 тысячи рублей. И если по корее это заниженные данные, например, я вот загуглила на сайте трудоустройства, требуются водители в 2018 году заработная плата около 4 тысяч долларов, чуть больше, чуть меньше. Переводите на рубли сами, я не успела. То по России, ну в общем, вы и сами все знаете, какие настоящие средние зарплаты в России, не буду углубляться, но по регионам, да, по каким-то малым городам, там средняя зарплата далеко не 33 тысячи, намного-намного меньше. В общем, хватит о грустном, поехали. Знаете, что самое сложное в воспитании детей? Это сидеть и ждать на детской площадке, пока они наиграются. Это самое скучное занятие, которое только может быть. Особенно, когда дома дел дофига, а тебе приходится тупо сидеть и ждать, пока ребенок играет. Для меня это самое сложное, по крайней мере. И поэтому я решила поснимать для вас, заняться полезным делом. Это что за фрукты здесь гнилые валяются, с дерева нападали. Что это такое? Не знаю, вон их сколько. Какие-то плодовые деревья. В общем, я решила поснимать для вас вот такой интересный видосик про цены. Такие вот газетки приносят, прям вот так на дверь вешают в квартире. Это наш местный магазинчик небольшой, рядом с домом который. И здесь вот такие вот прайсы, цены написаны. И я их тут перевела дома сейчас, перевела в рубли. И сейчас дословненько вам, подробненько, вплоть до каждого рубля, расскажу, что сколько стоит у нас. Так, поехали. Где у нас тут начало-то? Сразу скажу, что многие продукты, ну, не похожи вообще на русский. Нет, не имеют аналогов в России, поэтому я не стала их переводить, а только то, что вам известно. И также дозировки в Корее не такие, как в России. Если в России все литрами и килограммами, то здесь все совсем не так. И поэтому я буду уточнять, за какое количество, что сколько стоит. И вы можете потом сами подсчитать. Так, вот, например, яйца. Яйца, упаковка 30 штук, 188 рублей. Кукуруза сладкая, консервированная, 425 грамм банка, 42 рубля. Вот это такая колбаса, она, знаете, похожа на русскую тушенку, наверное, чем-то по вкусу, по запаху. В основном корейцы ее просто поджаривают на сковородке, и дети очень любят это. Вот такая колбаса за 340 грамм, просят 227 рублей. Вот такая вот лапша, доширак, можете ее называть, как хотите. Вот, 5 упаковок плюс 1, 6 упаковок, стоят 98 рублей. Не так уж и дешево, да? Так, вот такая куксу в России нет, наверное. Поэтому я и не стала переводить. Значит, клубничное варенье. Варенье из корейской клубники. В Корее клубники очень много, и она здесь очень вкусная, она тут круглый год. Что? Ангелина, тебе как? Тебе как? Нет? Ну все, тогда молчи. В общем, варенье клубничное, корейского производства. Две банки по 460 грамм, то есть почти килограмм варенья, стоит 394 рубля. Варенье довольно вкусное. Ну, с домашним, конечно, не сравнить, но для магазинного вполне себе нормальное варенье. Варенье как варенье. Так, что здесь у нас? Мороженое. Мороженое, скидка 50% на него. Тут как рожковое, так и упаковочное. Есть всякое разное мороженое. 10 штук мороженого стоит 170 рублей. То есть 17 рублей за одно мороженое. Дома-то было, наверное, было удобнее. Ну ладно. Зато на улице приятнее. Так, кофе растворимый Максим. Самый знаменитый корейский растворимый кофе, да? Довольно дорогое. За 50 порций, за 50 пакетиков 341 рубль. Дорого, да? Ну, я не знаю, я такое не пью, никогда в жизни не покупаю. Но вам виднее, может, кто-то такое пьет кофе. И сравнить вам цены российские с этим. В общем, масло виноградное. На нем корейцы и жарят, и как бы салаты заправляют. В общем, виноградное масло стоит 340 рублей за 900 миллилитров. Что? Опять оторвала? Ну все, домой теперь поедем. Что теперь делать? Опять лямку оторвала. Чуще мяги, нура, ази бой, сонига. А? Чебе гажа? Широ. А ты гетта? Широ. Посо, гри. Посо. Поконура. Хорошо, что у корейцев под юбкой всегда есть шорты. И когда вот такой случается вот... Но передаминокль всегда можно снять юбку и остаться в шортах. Поэтому без проблем. Тем более, что так играть удобнее. Так, ну а мы продолжаем. Так, на чем мы закончили? На масле, да? Дальше у нас идет спагетти соус. Соус для спагетти. Томатный. Здесь мы видим, вот написано, что 75% томатов. Остальное там специи, вода, все такое. И за 685 грамм 227 рублей. Не знаю, дорого это или дешево. Мы такое не покупаем. Вот, спагетти вообще не едим. А сами спагетти. Сами спагетти. 113 рублей стоит за полкилограмма. За упаковку в 500 грамм. 113 рублей. Так, мандариновый сок с острова Чеджу. Как вы знаете, Чеджу это у нас мандариновый остров. Там мандарины просто хоть жопа ешь, как говорится. Их там просто они по обочинам растут. И все желающие могут там их собирать. В общем, очень много мандарин в Корее. И поэтому сок дешевый. 2 литра стоит 82 рубля. Натуральный сок. Ну, насколько он может быть натуральным в таких бутылках. Все-таки это не свежевыжатый, вот прям сейчас. А бутылочный вот такой вот. Это соки из алоэ. Я даже переводить не стала. Навряд ли вам это интересно. Так, сыр, сыр, сыр. Сыр в Корее практически не едят. Едят очень мало. Корейцы не очень любят сыр. Если и едят, если дают детям, куда-то в сэндвичи кладут в основном. То это такой вот, как называется это, господи. Слайс. Слайс. Сыр с лайсами. Короче, не знаю, как по-русски. Не помню, что-то из головы вылетело. В общем, вот такие вот пластиночки сырные. 252 грамма. 14 пластинок. Стоит аж 255 рублей. Денмарк. Продукт совсем не популярный в Корее, поэтому стоит дорого. Так, здесь у нас питьевой йогурт. 4 плюс 4. 8 штучек. 8 бутылочек. Стоит 170 рублей. А здесь у нас идет кунжутное масло. Корейцы едят его просто в огромных количествах. В каждое блюдо практически идет это кунжутное масло. Оно считается полезное. Как и кунжутное семя, да, кунжутное масло. Так вот, 450 миллилитров кунжутного масла стоит 273 рубля. Я не знаю, о чем вам говорить. Это нет, продают у вас или нет его. Так, дальше. Это вот такая же колбаса, как вот эта вот. Тоже 340 грамм, но она стоит дешевле почти на целый доллар. Из-за фирмы. Вот эта фирма дешевле, чем вот эта стоит. И фирма Спам, она считается самая ходовая такая. Так, дальше. Здесь у нас идет чамчи, это тунец. Консерва из тунца. 210 грамм баночка такой консервы стоит 104 рубля. Чипсы Принглс стоит 110 грамм. Вот такая вот упаковка 99 рублей. Тоже мы не едим, но наверняка вы кто есть, вам будет интересно. Так, самджан, это такой соус корейский, без которого тоже не обходится ни одна трапеза практически. Вот такой соус, я думаю, он у вас тоже продается сейчас в каких-то корейских отделах в Москве, в Санкт-Петербурге. И вот такой соус за 500 грамм, за полкилограмма стоит 113 рублей. Так, здесь у нас соевый, соевый соус, соевый соус за литр и 800 миллилитров, почти 2 литра, стоит 244 рубля. Так, что я тут еще перевела-то, так все неинтересно. Сухие завтраки, сухие завтраки за упаковку в 600 грамм, стоит 187 рублей. Ну что такое, Ангелина? Так, сухие завтраки за упаковку, это как я уже сказала, да? Вот так вот ребенок меня отвлекает постоянно. Мама, мне сейчас надо. Нет, сейчас не, потом, чуку мы тогда. Орео печенье стоит 56 рублей. Вот такая большая упаковка риса. Этот рис уже почти готовый, его нужно только немножко разогреть. Очень удобная штука и очень вкусная. Как вы знаете, корейцы вместо хлеба едят рис, и рис нужен постоянно дома. Но так как мы рис едим редко, то нам нет смысла покупать рисоварку, чтобы там рис всегда у нас был. Потому что мы один раз сварим, потом выкидываем. Выкидываем. И такая упаковка 200 грамм 10 штук, стоит 565 рублей. Дорого, да? Получается, одна порция риса выходит, одна вот такая вот упаковочка, одна тарелка, одна тарелка риса 56 рублей выходит. Довольно дорого, да, наверное? Не знаю, смотрите сами. Так, вот это тоже идет масло, масло растительное, так же как в России подсолнечное используется, в Корее используется вот такое гороховое, или как оно, бобовое, из бобовых вот это вот масло растительное. И оно стоит за литр и 800 миллилитров, то есть почти 2 литра, 218 рублей стоит такое масло. В основном его используют для жарки только. Зубные щетки, они, конечно, к продуктам не относятся, но раз они здесь есть, так уж и быть. 4 плюс 3, то есть 7 штук, стоит 131 рубль упаковка вот такая. Это тофу жидкая, тоже не стала переводить, но вряд ли она есть в России, жидкая, жидкий сыр тофу. Так, орешки, танком, как же это переводится-то? Арахис, да, наверное, арахис. Арахис жареный, упаковка полкилограмма, 500 грамм стоит 182 рубля. Так, что я тут еще переводила? Рис, рис, просто шлифованный рис, стоит за 10 килограмм, мешок 10 килограмм, 1700 рублей. То есть 1 килограмм риса стоит 170 рублей. Рис в Корее очень дорогой, и они предпочитают покупать исключительно свой рис, никакой другой они. Я недавно купила в русском магазине такой, знаете, как у нас длинненький такой есть рис, для плова купила, приготовила из него плов, никто не стал есть. Говорят, что это за рис? В общем, корейцы признают только свой рис, или на крайний уж случай японский, но больше никакой другой не признают. Ой, что ж такое-то? Поэтому рис в Корее очень дорогой, и стоит вот столько много. Так, дальше у нас идут улитки, не стала переводить улитки, все равно вы их там не едите. Так, здесь у нас идет жидкий порошок, стиральный порошок, 2,45 килограмма, плюс 1,45 килограмма, то есть это что получается? Почти 4 литра, да? 4 килограмма. Почему килограммами написано, если он жидкий, не знаю. В общем, почти 4 литра стоит 500 рублей, 502 рубля. И также 4 килограмма сухой сыпучий порошок, той же фирмы, тоже стоит 502 рубля. 4 килограмма. Вот, дальше у нас идет зубная паста, очень шикарная корейская зубная паста, я не знаю, самая лучшая. Всегда, всегда отправляю маме в Россию, она пользуется только корейской. Шампуни, паста, вообще вся вот эта бытовуха, она, говорит, после корейской, не могу больше ничего использовать. В общем, паста 120 грамм, одна упаковка, 3 штучки, 3 раз, 2, 3, стоит 188 рублей. Так, дальше что у нас тут, анчоусы не стала переводить. Что тут у меня еще переведено-то? Молоко, молоко. Молоко корейцы пьют довольно много, в основном дети, конечно, но и взрослые тоже. Обратите внимание, что это не литровая упаковка, а 900 миллилитров. 900 миллилитров стоит 84 рубля. Но это мокчан, это фермерское молоко, есть заводское, оно дешевле. Это фермерское молоко, поэтому 84 рубля дорого. Так, а здесь у нас идет сыр пармезан натерт, а моцарелла это, да, моцарелла натерт, тертый сыр на пиццу за 250 грамм 261 рубль. Так, йогурты. Йогурт клубничный, просто тот, который ложкой надо есть, не питьевой. Обычный клубничный йогурт за 8 упаковок, ой, за 8 баночек, в общем, 200 рублей. Так. Туалетная бумага, 30 рулонов, обычно в Корее только вот такими огромными упаковками. Кребаный ветер. В Корее исключительно вот такими огромными продается упаковками бумага. Маленькую пачку вы нигде не найдете, там, например, 3 штуки или 6 штук. Нет, обязательно это будет 30 штук или минимум 24. В общем, 30 рулончиков туалетной бумаги стоит 508 рублей. И это премиум бумага, тройная, ну, то есть хорошая бумага такая. В принципе, другой и не бывает. Так. Что тут у нас? Пиво. Пиво чешское или какое-то европейское. В общем, идет очень большие скидки. Оно стоит дешевле гораздо, чем корейское, чем корейский касс, который я так люблю. В общем, европейское пиво за 5 банок 500 миллилитров стоит 571 рубль. 10 вонечек. Это, получается, за 2,5 литра 571 рубль стоит пиво. Я его не пью, даром мне не надо европейское пиво, терпеть не могу. Так. Яйца я уже там переводила, да? Что тут у нас? Сахар. Сахар белый за 3 килограмма 227 рублей за 3 килограмма. То есть делите на 3, это будет килограмм сахара. Коричневый сахар чуть-чуть подороже, видите, на 1 доллар. Коричневый будет подороже. Ну, летать мясо осталось, рыба мясо. Итак, мясо пошло. Говядина. Ходжу, это австралийская. Австралийская говядина. За 1 килограмм стоит 560 рублей. Свинина, свинина, свинина корейская, за 1 килограмм стоит 337 рублей. А внизу это упаковка утка, копченая утка, одна упаковка стоит 451 рубль. Так, дальше. Опять-таки мясо. За 600 грамм. У корейцев за 600 грамм считается в основном. Они не килограмм, а 600 грамм покупают. Ну, вот здесь за килограмм была цена, а здесь вот уже за 600 грамм. Обратите внимание. Говядина со бульгоги. Бульгоги это такая тонко-тонко-тонко нарезанная говядина, из которой бульгоги блюдо потом делают. Специально для этого блюда идет нежнейшая говядина. 600 грамм 341 рубль. И такая же только свинина, очень-очень тонко нарезанная, за 600 грамм, стоит 114 рублей. Так, дальше пошла она что. Так, тут какая-то рыба, я не смогла ее перевести. Что это за рыба? В общем, она за 3 штучки стоит 565 рублей. А вот это вот рыба, вот это макрель, рыба макрель, за 5 штучек, то есть это получается, наверное, килограмма 2, наверное, и стоит всего 222 рубля. То есть макрель дешевая, а вот эта рыба какая-то, она норвей чабан. Чабан это соленая, а что за норвей? Норвежская какая-то сельдь, наверное, или что, не знаю, что это у них означает. Овощи 565 рублей, дорогая рыба какая-то. Так, овощи. Лук. Здесь прошу обратить внимание, что это просто огромные какие-то коробки, количество очень большое. 12 килограмм лука стоит 617 рублей. 12 килограмм. То есть 1 килограмм будет стоить где-то меньше 60, 50 с чем-то рублей будет 1 килограмм лука стоит. Лук в Корее просто фантастически вкусный. Он сладкий, он совсем не горький. И его вместо яблок просто мы едим, он безумно вкусный. Так, кимчи. Кимчи за коробку в 10 килограмм просят 508 рублей. 10 килограмм, это очень дешево. Обычно кимчи дорогая, конечно, в Корее. Так, тангэн. Морковка за 10 килограмм 617 рублей. Правда, она китайская. Китайскую морковку я не беру никогда. 10 килограмм 617 рублей. То есть килограмм будет стоить где-то 60 рублей. 61 рубль стоит килограмм китайской морковки. Нафиг бы она сдалась. Я беру всегда только корейскую. Здесь у нас идут грибы какие-то. Ну вот вы по картинке можете понять, что это за грибы. Двухкилограммовая коробка. Коробка в 2 килограмма стоит 284 рубля. Помидоры крупные. Помидоры крупные. 5 килограмм коробка стоит 566 рублей. То есть, ну вот делите, да? Где-то 100 рублей с лишним будет стоить 1 килограмм. Помидор крупных. Здесь у нас идут корейские дыни. Дыньки такие маленькие. Они очень вкусные. И за 5 килограмм, коробка 5 килограмм стоит 903 рубля. Очень дорого, да? И дороже всего стоят вот эти маленькие помидорки. Помидоры черри. Коробка 5 килограмм стоит аж 1132 рубля. Вот разделите на 5 и вы получите цену 1 килограмма. Это очень дорого. То есть, вот такие большие помидоры крупные корейцы не любят, не едят. И поэтому они стоят намного дешевле, чем в основном корейцы едят только вот эти вот черри томаты. Потому что детям удобно. Дети прям как семечки их едят, как фрукты. Они, кстати, в Корее считаются фруктами эти помидоры. Ими даже украшают торты. Поэтому дети их едят с удовольствием. И корейцы предпочитают только вот такие томаты. А вот такие используют для каких-нибудь там, не знаю для чего, вообще, короче, они их не едят практически. Крупные. Так, что тут я еще напереводила? Яблоки. Яблоки. Яблоки в Корее довольно дорогие. Они здесь местные. Привозных практически нет. Все яблоки местные. А так как они поддерживают своего производителя, своих там фермеров, свое сельское хозяйство. В общем, все, что корейское, все, что произрастает в Корее, оно стоит довольно дорого. В общем, яблоки за 10 штук, но они огромные. Они размером с мою голову. 10 штук стоит 399 рублей. А вот эти устрицы за 100 грамм стоят 44 рубля. 44 рубля за 100 грамм. То есть за килограмм вот этих устриц... Не устрицы это, а как они называются? Мидии, не мидии. Ракушки, в общем, вот эти ракушки. За килограмм, получается, они будут стоить 440 рублей. Курица, курица, вот тут нам попалась. Так, арбуз, значит, арбуз один огромный. Он у них просто, опять-таки, неимоверно огромный арбуз. Будет стоить 566 рублей. Да, так как они корейские арбузы, они очень дорогие. Курица. Курица в Корее самое дешевое, самое доступное мясо. Да, в принципе, курицу корейцы едят очень много, так же, как и рыбу. И вот такая большая курица, девятка номер. Две, вот тут я подчеркнула специально, две штуки, две курицы стоят 399 рублей. Две огромные курицы местного производства. Вот, это очень, я считаю, дешево и доступно. Так, любимый корейцами самгепсаль. Это вот сало-то они, которое жарят на огне, жареное такое, как бекон, не бекон, да, вот корейский. За 600 грамм он стоит 566 рублей. Но это мясо считается, как бы, такое вкусное, хорошее. Поэтому дороже, чем обычная там будет свинина, чем обычная свинина. Шея там или какая-нибудь жопа там, нога. В общем, это из свиньи, это на самое дорогое мясо, это вот этот вот бекон. Так, дальше, что у нас? Паприка за одну штуку. Довольно такая большая, увесистая паприка. Стоит 56 рублей. Бананы. Бананы за одну гроздь идет. Они не по килограммам тут у них, а гроздьями продаются бананы. За одну вот такую гроздь огромную 170 рублей. Так, яблоки я уже говорила, да, паприка. Все вроде, товарищи, что? Вроде все сказала. Ладно, ребенок просится уже домой. Пошли мы домой. Всем спасибо. Ставьте лайки. Всем пока.